Погода шикарная 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 Ни одной болячки. Зачетная монета, зачет. Сейчас я посмотрю по каталогу себестоимость данной монеты. Если что-то интересное, я, конечно, каталог приложу. Ну, а в целом, себестоимость вы, наверное, в правом углу уже видите. Ладно, продолжаем. С почином меня, с почином. Итак, ребята, советы сегодняшние будут таковые. Когда вы выходите вот на такие поля, вам, естественно, нужно искать место для поиска. Не просто вышел тупо на поле, увидел на карте, что распаханная деревня, и пошел искать монеты. Нет, тут нужно немножко подумать своей извилиной тем, что поле, как вы видите, огромное. Но я хожу лишь по одному участку, там, где идет сопутка. Культурный слой, как говорится. Я примерно знаю, как здесь была улица. Улица стояла у нас вот так вот. И все домовые ямы, они были распаханы. Все монеты, которые я здесь поднимаю, это монеты, которые находились в домах, под полом. В общем, при шурфе именно те монеты, которые мы сейчас находим, находятся здесь, на распашке. Чем хороши шурфы, то, что на маленьком объеме площади, вы поднимаете все эти монеты. Здесь же на поле трактор это все распахал и разнес на небольшой участок. В общем, как я поступаю. Вот она улица. Все находится примерно в 50 метрах шириной. И здесь у нас в основном все находки. Это моя рекомендация. Чуть попозже я вам еще скажу. Потому что смотрим. Будет интересно. Достаточно очень много нюансов. Хотя, можно на дурака выходить и ходить по полям и ничего не находить. Но нужно думать немножко головой, где, как, зачем и почему. Так что продолжаем, смотрим. Итак, ребят, когда у вас на поле начинают попадаться вот такие крупные камни, кирпич или же камень, вон у нас еще кирпичик. Кирпичик. В общем, это еще не результат того места, где нужно искать. Вам нужно искать мелкие камушки, типа щебенки, а осколки именно от красного кирпича. Там будет стекло, сопутка. Вот именно туда вам и нужно. Такие большие камни трактор мог принести из-за вот того даже леса. То есть за многие годы большой крупный камень трактора могут утащить. Это один нюанс. Второй нюанс. Вам нужно именно смотреть, как идет распашка. Вдоль поля или поперек. В данном случае у нас трактор ходил туда, сюда, туда, сюда. Это означает, что наша деревня, которая стояла вот здесь вот, она могла немножко разнестись в ту сторону и в ту. Так что, если нет признаков, как у меня, я знаю, что дома стояли вот здесь вот, вам нужно искать именно мелкие камушки. Чуть я позже вам покажу. Но большой крупный камень, кирпич, это означает, что вы находитесь уже рядышком, где могут быть находки. Но все же, единичные случаи, единичные монетки все-таки могут находиться, где находится вот такой крупный камень. Но в основном, где мелкие кирпичные осколки. Это вам на заметку. Это из моего личного опыта. Так что идем, ищем наши мелкие камушки. Итак, ребят, подходим мы уже к желанному месту. Как видите, попадаются мелкие камушки, мелкое стекло в изобилии. Вот такие вот порлышки, в общем, керамика, кирпич. В общем, даже вот, смотрите, декоративное стекло. Горшочки. Глазурные именно советского времени. Вот, и вот, смотрите, мелкие, вот они мелкие визуально камушки. Вам нужно как можно, чтобы больше было вот таких вот камушков. Разбитые камни, красные, кирпич. Вот так вот. Вот это вот надо искать, мелкие. Кто-то задаст вопрос? Если задаст, то отвечу тем, что мелкие камушки, это означает, что где-то распахали фундамент. И вот такие вот мелкие мусор на фундаментах и остается. А большой, крупный кирпич выковыривают и уносят, разносят дальше по полям. А мелкие остаются там, где у нас было что-то. Так что находки, вот смотрите, видите, это у нас пуговица. Вот когда идет такая вот сопутка, это нехорошо. Так что вот на этом вот эпицентре нужно обострить внимание. Идем, обостряем. Итак, ребята, был сигнал и визуально нашел, вот смотрите, камушек. А видно, гурт ребристый, по размеру пятак, наверное. Так, смотрим. Затертая лабуда какая-то. Ну, это монета. Сейчас я ее немножко освежу и вам покажу. Не зря я здесь кручусь. Очень много керамики, стекла обитого. Вот. И где большое обилие всего этого, я хожу уже более основательно. Выискивая сигналы. Вот. Здесь вот железо. Такие вот шестеренки. Вон еще какая-то железная фиговина. Вот. Но я понимаю, что ямки здесь уже свежие. Неделю-полторы, наверное, здесь ходили назад. Ладно, идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, много, как я вам показывал, сопутки, керамика советская. В общем, кирпич дробленый, мелкий. Очень много горшочков. Вот. Знаете, сигналы есть. Есть. Но вы еще не забывайте про свои глаза. Катушка ходит, например, там. А вы глазами по сторонам. Здесь вот я шел в этом направлении. Катушечку вот так вот мотал. Но взгляд у меня был обращен еще и по сторонам. И вот смотрите, что. Видите? Это у нас пятачок. Смотрите, вот видите? Остался слепочек такой красивый. И это у нас пятак. Год 53. Вот такой вот монитос. И когда вы найдете одну монету, например, вы не продолжайте, не спешите уходить с этого места. А... Извините. После того, как нашли монету, нужно еще делать вот такие вот движения вокруг монеты, увеличивая радиус поиска. Прошли два метра. Если находок нету, продолжайте двигаться туда, куда вы шли. И это очередная моя рекомендация. То есть нашли находку, обязательно пройдитесь вокруг него пару раз. Метра на два, на три. По всей окружности. И, возможно, у вас что-то еще будет. Потому что иногда бывают кошельки распаханные. То есть одна монета здесь, вторая там, третья там, четвертая здесь. А вы могли бы дальше туда уйти. То есть тоже совет. Всегда вокруг одной находки делайте пару витков. Это советы нужны тем, кто начинает заниматься заниматься этой деятельностью. Профессионал. Я думаю, все об этом знают. Но все равно учение, мать учения, как говорится, не забываем. Идем дальше. Итак, ребят, выхожу я с поля, погулял. Все находки были здесь. В принципе, нормально, зачетно. Но после меня здесь кто-то еще ходил, потому что есть ямки, окурки с белым фильтром. Вот. Так что мониторят, смотрят, где я копаю. И после этого за мной приезжают и копают. Ну, что ж поделать. Это моя такая судьба, участь. В общем, выхожу я вот с поля. Здесь вот, как я вам сказал, были все находки. Туда, на поле я не ходил. Туда дальше тоже не ходил. Я ходил только там, где была сопутка. То есть, кирпич, стекло, керамика. В общем, все-все-все там было. Вот. И здесь вот есть дальше дымовые ямы. И я сейчас хочу верховые посмотреть. То есть, не шурфить, а просто посмотреть верховые сигналы. Возможно, что-то и будет. Даже в советское время делали закладные монеты между первым и вторым венцом. Вот. Так что, посмотрю сейчас вокруг дымовой ямы. Походим и посмотрим. Так что, сейчас на перекур, чаепитие и снова в бой. Итак, ребят, воспользуюсь случаем. Перешел я на чаепитие перекурить. На улице очень сильный ветер. Так что, общаюсь с вами в машине. Приятное с полезным. В общем, есть такое выражение «исходить вдоль и поперек». Это касается, ребята, полей. Уж вы поверьте мне, если вы ходите в одном направлении вдоль, то необходимо исходить его еще и поперек. Если находки вдоль были, поперек вас тоже порадует. И поднимите не меньше находок. Ну, еще есть как вариант ходить по диагонали. Так что, сами должны понимать, что катушка все не захватывает. Монета может быть под другим углом лежать. Вы ее просто-напросто не увидите, не услышите. А если поменяете направление поиска, то она найдется. Это на своем тоже опыте. потому что некоторые поля я хожу вдоль и поперек и находки меня всегда радуют. В данном случае вот это поле я уже ходил шесть раз и постоянно находки есть. После особенно спашки, которые монеты были внизу, они находятся уже наверху. И мы сегодня их также поднимали. В принципе, порадовало. Сейчас походим по дымовым ямам, посмотрим, что у нас здесь получится. Есть несколько сюжетов интересных я вам наверное их засниму, покажу для любопытства. Хотя у нас сегодня обучающий видеоурок именно как ходить по полям. И сегодня я поделился именно теми нюансами, которые вы должны знать. Будете знать, находки будут. Так что продолжаем отдыхать, чай пить и снова на работу. На работу по поиску монет. Так что смотрим. Итак, ребята, еще один советик. небольшой, многие им пренебрегают, но я советую. Когда вы ходите по полям и у вас находки есть, и вы знаете, что вы вернетесь, а я вас уверяю, вы вернетесь, если находки есть на следующий год, всегда верховой мусор, который вам попадается цветной, вы складываете в карман и потом за пределы выбрасываете. Получилось у меня вот такое количество мусора, все это цветное, все сигналило. Некоторые вещи я конечно же возьму, вот в данном случае латунь, я ее возьму. Попадаются конечно медные гильзы, веса никакого не имеют, и я их просто выбрасываю. Так что это тоже как рекомендация, мусор верховой собирайте и выбрасывайте потом под дерево, чтобы в следующий раз, когда вы приедете на поле, вам они больше не попадались. Так что вот такой еще советик. Итак, чай попили, ребят, и хочу вам показать, какие здесь домовые ямы. Вот такого характера, это в свое время был дом. Кто-то здесь уже копался, так что я сюда не заходил в эти леса, не копал. Так что это был в свое время дом, потому что видно кирпичи красные, вон там он кровля, но мне такие шурфы неинтересны тем, что здесь всего-навсего было одно поколение, и того даже не было. Как я узнал, то что здесь находки советского времени, самая древняя монета здесь была, если не ошибаюсь, 31-го года, и потом вплоть до 57-го. так что ничего интересного, мне такие фундаменты не интересны тем, что находки может быть и будет, но их будет очень мало, а сил будет затрачено на шурф много, и я за такие шурфы не берусь. Так что обратно на поле, заходим обратно на поле. Итак, ребята, все вы выслушали, все вы намотали на ус, молодцы, и последний вам совет, даже не совет, а лайфхак, везде, где вы будете копать, будучи на поле, в лесу или на шурфе, вам обязательно нужно иметь пинтпойнтер, который нам охотно предоставил ShopDetect, наш спонсор. Хорош он тем, что он упрощает при поиске. Специалисты, опытные камрады меня поймут, а новички, может быть, и махнут рукой, нафиг он нужен. Нет, ребята, эта вещь хорошая, и она себя очень хорошо зарекомендовала в поиске тем, что упрощается, и вы очень быстро находите находки. Так что рекомендации это обязательно приобретайте, в любом, в любом случае вам будет проще. Так что вот так вот будем, наверное, заканчивать, поедем домой, а возможно где-нибудь и зашурфимся, потому что очень много просьб, Саня, давай зашурфись, очень интересно и очень хочется новых видосов. Так что не знаю, может быть, сейчас отправимся на шурф. На этом, ребята, я и закончу свой видеокоп, как говорится, с полей. Надеюсь, вы почерпали мои советы и впредь будете соблюдать и находки вас всегда будут рады. На этом все, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok